Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс. Сегодня я вам расскажу о Endory 3 от Creality. Это 3D принтер ко мне пришел. Подарок на день рождения. Лучший подарок, наверное, в моей жизни. Печатает прямо из коробки. Давайте я вам покажу. Это, конечно, не все образцы, что я распечатал. Но, допустим, первая печать была это собака из PLA. Слои практически не ощущаются. Просто супер. Вот, например, кораблик Bencha. Уменьшенный в 50%. PLA пластик. Просто бомба. Кораблик Bencha 60%. Видите, немножко расслоился. Первая печать ABS была неудачная, потому что нужно знать температуры. То есть очень много нюансов, о которых мы потом поговорим. Вот ABS пластик уже напечатал чуть получше. Кораблик Bencha тоже 50%. Tank Tiger. Тоже первая печать. Не особо удачно, с поддержками не рассчитал. Но, в принципе, детализация неплохая. Это уже вторая печать Tank Tiger. Уже более отдельно делаю детальки. Тоже вроде не четок. Печатаю я PlexiWire филаментом. ABS пластик. Если вы только начинаете печатать на 3D принтере, купите себе качественный, дорогой пластик. Не пожалейте денег, ребят, потому что меньше будет геморроя с настройками и прочим. А теперь, ребята, немножко о механике. Когда придет к вам принтер, уже готовый практически на 80%, все каретки будут собраны. Ролики будут поставлены на место. Вам нужно будет только одеть это все дело на направляющие. Направляющие здесь у нас чипушные профиля. Все надежно, качественно. Будет работать идеально, вот как вы видите. То есть супер все печатать. Но как долго, это будет зависеть от настройки самой механики. И зачастую она настроена криво. И это будет отображаться на самой печати. Ну, например, видите, да, вот такие вот борозды. То есть слои ложатся некачественно. И, конечно же, сами прекрасно понимаете, дальнейшая печать тоже не особо гуд получается. А вот уже с исправленными проблемами. Печатать все идеально ровненько. Все супер. На качество печати влияет несколько вещей. Это может быть ровность стола. То есть где-то бугорки, и поэтому такая печать. Также влияет плавность хода каретки. Дело в том, что в отличие от ANET 3D принтеров, которые ездят на линейных подшипниках, здесь все работает на роликах, которые движутся по вот таким вот ЧПУшным направляющим. Они идеально ровные, проблем с ними не может быть. Но если будут вот эти вот каретки сильно перетянуты, то есть ролики сильно очень смещены, то вот эта вот резина, которая находится на них, впивается в наш профиль очень сильно. Из-за чего поверхность ролика портится. Через 10-20 печати вы заметите эффект ямы. Что такое эффект ямы? Его можно понять очень просто. Берете каретку и медленно, плавно ведете. Если вы почувствуете, что на каком-то этапе, через какое-то расстояние, у вас немножко стопорится каретка, а потом дальше идет. Это эффект ямы. То есть как будто она проваливается в какую-то маленькую ямку. Это из-за того, что каретка была сильно пережата и поверхность уже начала подпорчиваться. Вот эта вот поверхность ролика. Чтобы избежать, нужно просто немножко отпустить каретку. Как вы видите, верхние ролики на оси Х установлены на цилиндры. Они фиксированы. Они ничего не регулируются. Но если мы посмотрим вниз, на нижнем ролике есть вот такой вот регулировочный шестигранник. В нем смещено отверстие. За счет чего при прокручивании этого шестигранника мы или приподнимаем колесико, или же опускаем. И таким образом или поджимаем нашу каретку, или отпускаем. Вот так просто можно отрегулировать. К сожалению, на ютубе я нигде не нашел эту механическую настройку. Пришлось додуматься самому. Эти шестигранники находятся на всех каретках. Вот здесь вот есть. С этой стороны есть. А также под столом тоже есть такой шестигранник для настройки. Так что вы можете спокойно это все дело настроить. Каждую каретку. Обязательно проверьте, чтобы они не туго ходили. Но настраивать каретку нужно в собранном состоянии. Чтобы все было установлено, чтобы ремни были натянуты. Если вы перетянете ремни, они тоже будут влиять на плавность хода каретки. Видите, у меня достаточно она плавненько ходит. При этом старайтесь быстро не возить вот эту вот каретку, потому что даже в выключенном состоянии шаговики работают в режиме генератора и вырабатывают вредные токи, которые могут подпалить вам драйвера. Поэтому будьте аккуратны. Все делайте медленно. Вот так вот. Никаких ям я не чувствую. Значит, каретка настроена качественно и правильно. И она прослужит верой и правдой долгое время. Раз мы заговорили за ремни, я вам расскажу о модернизациях, которые вы можете установить. Есть такой сайт Thingiverse, на котором вы можете скачать разные доработки, которые у меня уже установлены. В данном случае мы сейчас поговорим о натяжителях ремней. Вот такие вот пластиковые натяжители не печатайте. Они не нужны. Они очень сильно уступают вот таким вот стандартным металлическим натяжителям. Я думаю, что это пластик, он гнется. Если где-то что-то печать будет неточная, вот как здесь у меня, то у вас ось будет немножко перекошена и ремень будет съезжать в одну из сторон. И это, естественно, будет негативно влиять. Поэтому вот эти вот пластик просто не годится. К тому же здесь нет регулировки оси, чтобы выравнивать, как у гриндера ленточного, если знаете, выравнивать ремень четко посередине ролика. Стандартный натяжитель достаточно прост. Отжимаем два болта шестигранных и натягиваем. Натягиваем не сильно. Не должно брончать, как струна, но не должно проваливаться. То есть такое легенькое натяжение. И вы почувствуете, как каретка у вас будет ездить достаточно плавно. Здесь я сделал небольшую доработку. Когда я первый раз установил вот этот вот натяжитель, я заметил, что у меня ремень немножко смещен вправо. Это из-за того, что вот эта вот гаечка была на миллиметра-полтора толще, чем нужно. И поэтому подшипник был немножко смещен и ремень терся об острые углы этого профиля. Естественно, сами прекрасно понимаете, это влияет и на качество печати, и на долговечность самого ремня. Поэтому вот эту вот гаечку я немного сточил, буквально на полтора миллиметра. Она стала тоньше, и ремень выровнялся четко посередине. Но чтобы ремень не съезжал вот влево-вправо при езде, а ездил, видите, практически по центру, я сделал немножко доработку. Вот эту гайку внутреннюю, которую я стачивал, я ее сточил не четко, параллельно, плоскость к плоскости, а с небольшим углом, за счет чего при поворачивании этой гайки меняется угол оси. Вот так вот и вот так вот. И благодаря такой доработке, при изменении угла, мы можем регулировать так, чтобы наш ремень находился всегда по центру нашего подшипника. Я считаю, что родные натяжители лучше всего. Поэтому даже на оси Y я оставил родные натяжители, потому что вот эти вот не годятся. Если вы заметили, я также скачал вот такую вот ручку. Это очень удобно, потому что когда греется стол до 110 градусов, просто можно обжечь руки. Как я и говорил раньше, от ровности стола зависит качество печати. Вот такой вот в комплекте у вас идет поверхность накладная. Да, на ней липнет неплохо, не нужно ничем смазывать, супер, эндер молодцы. Но если бы они сделали ее из стекла, им цены бы не было. Дело в том, что эта поверхность буквально через десяток печати просто вышла в негодность. То есть поверхность стала немного волнистой, из-за чего изменилось качество печати. Поэтому я установил сюда стекло. Стекло в обычном стеклорезе купил за 15 гривен штучка. Ребят, 15 гривен, плюс обработка мне обошлась там 30 гривен полностью. Кромковали мне вот эти вот кромочки острые. И все. Хотя мог бы сам наждачки это все обработать. С нижней стороны оно глянцевое, а сверху оно матовое. Благодаря чему на поверхность очень неплохо клеится пластик. Чтобы увеличить адгезию, лучше использовать вот такой вот клей-карандаш на ПВП-основе. Работает он просто великолепно. Лучше, конечно, использовать вот такой вот лак для волос. Клеит он не так хорошо, конечно, как карандаш, но за счет того, что тоненький слой, качество печати, конечно, намного лучше. Следующую модернизацию обязательно сделайте. Вот такой воздухозаборник. Дело в том, что здесь вентилятор, отверстие вентилятора открыто полностью. И любая там деталька может просто-напросто упасть и заклинить. Сами прекрасно понимаете, это плохо. Поэтому обязательно обезопасьте эту зону. Также рекомендую поставить вот такой вот ролик. Он обеспечивает плавность входа нашего филамента, правильное направление его. Крепится он достаточно просто. Вставляется вот так вот. Ничего не нужно дополнительно прикручивать. Также рекомендую установить вот такую вот направлялочку. Тоже обеспечивает плавность хода нашего филамента. То есть он идет по дуге. Раньше у меня филамент ушел вот так вот, прям напрямую. И, естественно, это давало определенные нагрузки на шаговик подачи филамента. Сейчас все идет по дуге, все красиво. Итак, поднимаемся выше и видим вот такое вот крутое устройство, специально для бобины. Чтобы ее центрировать относительно вот этой вот оси. Раньше она просто висела на оси. И поэтому, естественно, немножко проскакивало. Это влияет тоже на подачу филамента. Поэтому обязательно установите. Печатается, конечно, несколько часов, но она того стоит. Устанавливаются подшипники. И, видите, крутится практически само без особых усилий. Но самая важная доработка – это проводка. Проводка. Вот у нас проводочка. Вот такой вот специальный я кабель-канал сделал. Ссылочки на все модернизации я обязательно скину под видео. Он обеспечивает надежность ваших проводов. Дело в том, что стол у нас движется постоянно. И сами прекрасно понимаете, что провода изгибаются, перегибаются. Где-то могут за стол зацепиться, за угол зацепиться, порваться и тому подобное. Поэтому, чтобы избежать этого, обязательно установите вот такой вот кабель-канал. Очень крутой. Давайте я вам покажу, как он работает. Вот, видите, да? Просто сказка. Для того, чтобы внутренние провода тоже нигде не мешали, видите, я их зафиксировал вот такими вот скобами. Их тоже можно распечатать. Осталось только напечатать под дисплей вот такой вот колпачок, который будет закрывать электронику. Сами прекрасно понимаете, у меня ребенок бегает дома. И не хотелось бы, чтобы он пальцами там где-то лазил. Теперь, ребята, поговорим о кожухе. Защитный кожух, который вам по-любому нужно установить. Я не знаю, почему разработчики не продумали этот момент. И на Singiverse я не нашел подобного. Но это моя личная разработка. И поверьте, без нее качество печати будет просто ужасно. Если вы печатаете АБС с пластиком. С ПЛА проблем не будет. Но сначала вам покажу качество печати. После того, как установил вот этот вот кожух. Смотрите. Вообще не ощущаются слои. Вообще их даже не видно. Просто сказка. Как зеркало. Это поддержка у нас, но она, видите, идеальная просто. До этого у меня, конечно, был просто ужас. Печатался. Я не мог понять, почему. У меня расслаивались детали. Я уже сделал закрытый бокс. Но ничего не помогало. Но после того, как я установил этот кожух, проблемы исчезли. Итак, ребята, давайте наглядно покажу, в чем вообще принцип работы этого кожуха. Это последняя модернизация, без которой у вас качество печати будет отвратительное. Итак, друзья. Вот такую вот 3D модель Ender 3 от Creality. Я сделал в программе Autodesk Inverter. Перенес ее с точными размерами. Конечно, много времени потратил. Но благодаря такой 3D модели можно спокойно прямо здесь онлайн примерять разные модификации, модернизации для этого станочка. Не тратить время и, самое главное, материал, филамент на изготовку этих моделей. То есть, можно все это здесь прикинуть, посмотреть. В 3D модели можно смоделировать любые ситуации, даже работу принтера. То есть, вообще без проблем. Видите, я здесь перенес все детали. С высочайшей точностью. Потому что от этого будут зависеть, естественно, и наши потом доработки. Конечно, мне еще предстоит большая работа. Нужно перенести сюда электронику, перенести сюда шаговики, валы. То есть, все это нужно будет сделать. Окончательная модернизация будет, когда я сделаю сюда, уже спроектирую закрытый бокс. А не тот импровизированный, который вы видели на видео. Здесь уже будет полноценный, красивый бокс, в который будет вмещаться и филамент. Все будет закрыто, все круто. И для этого, по сути, я, в принципе, разрабатывал эту 3D модель. Также у меня есть гениальная идея увеличить площадь печати. Нам нужно будет просто увеличить вот этот вот профиль по оси Y в 2 раза. Я не изобретаю колесо, потому что такая модернизация уже есть. На Ender 2, вы можете посмотреть на YouTube, человек вообще увеличил эту ось Y на 2 метра. Представляете, печатает такие длинные детальки. Я хочу увеличить до 40 сантиметров, чтобы площадь была у меня печати 220 на 400 на 250 по высоте. Ну и давайте перейдем, наверное, к той модернизации кожуха, о которой я говорил. Вот такой вот кожух я разработал в Autodesk Inverter, специально для Ender. Такого я не нашел на Singiverse. Вы спросите, зачем он нужен? Он препятствует потокам ветра негативным, которые влияют на качество печати. Без этого кожуха печать просто была ужасная. Дело в том, что ABS пластиком печатать качественно нужно без сквозняков, без обдува. Поэтому всегда отключается вот этот вот обдув боковой, который дует на деталь. Также нужно избавиться от любых сквозняков в квартире. Но самый страшный сквозняк как раз находится внутри корпуса. Давайте посмотрим ближе. Это мы видим родной кожух, металлический он, 1 мм толщиной. Между соплом и кожухом есть огромные вот такие вот сантиметровые щели. Вот по всему параметру. И вот через эти щели выходит воздух. Воздух от этого вентилятора. Вентилятор обдува экструдера. Специально разработчики сделали вот такие воздуховые воды сбоку. Но мы сами прекрасно понимаем, что воздух будет выходить везде, где есть возможность. А возможность внизу огромная. Видите, да? Просто капец. И вот этот вот холодный поток воздуха, поверьте, он не успевает нагреваться от экструдера. Хоть там и 240 градусов. Он выходит через вот эти вот щели прямо на деталь. Если поставите палец под этот поток воздуха, вы почувствуете, что он холодный. И вот этот вот сквозняк, он хуже любого сквозняка в квартире. Из-за этого происходит расслоение ABS пластика. Особенно на высоких моделях это очень сильно чувствуется. Поэтому вот такой вот кожух защитный, мы его сейчас оденем, полностью перекрывает эти негативные отверстия. Надевается поверх вот этого кожуха и прикручивается родными же болтами. Также вы видели на моем принтере, здесь вот небольшая доработка для проводов. Потому что провода изгибаются, трутся там от горячей части экструдера. И это не очень хорошо. Поэтому в следующей модернизации я сделал полноценный кожух, вот этот металлический мы выбросим вообще. А поставим пластиковый, без любых зазоров, без щелей, чтобы все было идеально плотненько и красивенько. Чтобы провода четко тоже фиксировались. То есть кожух будет 100% доработан. Под видео я обязательно скину уже готовый вариант, уже полностью доработанный. Сейчас он в процессе, там немножко осталось. Вот и все будет тогда год. Но даже вот с таким вот кожухом сейчас печать улучшилась в разы. Стали ровно ложиться слои. Все просто круто, ничего не расслаивается. Он не трескается на больших деталях. И конечно обеспечивает идеальную печать. Поэтому вот этот вот кожух обязательно установите, ребята, себе на 3D принтер. Так что, ребята, вот такая вот 3D модель Ender 3 уже себя оправдала. И помогла мне настроить качество печати. Когда я ее уже полностью доделаю, мы сможем делать уже глобальные модернизации. Если вам формат такого видео нравится, он полезен, ставьте лайки, не жлобитесь. Я стараюсь для вас не ради денег, ради подписчиков. Каждый подписчик на вес золота. Ценю каждый ваш комментарий. Даже если негативный, главное, чтобы по делу были. Обязательно комментируйте, критикуйте. С вами был Макс, до новых встреч. Пока.